Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня к нам прилетела гостья, и мы ее нарисуем. Синицы обитают почти на всех континентах Земли, встречаются даже в Северной Африке. Эта неперелетная птичка предпочитает жить в лесах, по берегам водоемов. Зимой часто переселяется в городах в поиске доступной пищи. Никогда не мигрирует, кроме очень суровых зим. Существует несколько видов синиц, но в нашем регионе наиболее распространена большая синица. У нее легко узнаваемая внешность, черная шапочка, белые щечки, ярко-желтая грудка, оливковый верх крылышек. Летом в основном ест насекомых, от этого считается очень полезной птицей в сельском хозяйстве, ведь она поедает много вредителей. В ней сдится синица в дуплах деревьев и может даже сделать нездышко в норке мышки. Зимой, особенно в снежный период, когда земля покрыта слоем снега и птицам нет доступа к еде, желательно делать кормушки и подкармливать наших пернатых друзей. Синички довольно смелые птицы и в парках бесстрашно едят с руки семечки и орешки. Можно повесить на ветку кусочек сала, а можно повесить кормушку и в нее насыпать семечки, орешки, а вот хлеб им не полезен из-за дрожжей. Материалы. Бумага, простой карандаш, краска, гуашь, вода, кисточка, резинка. Вначале мы располагаем нашу синичку, так чтобы она находилась примерно посередине листа. Намечаем вот такой полукруг. Немного наклоненный в правую сторону. Голова. Вот так она как бы надевается на наш полукруг, на его углу. Она как бы не отдельно, а очень крепко надета на этот угол. У ку-синички клювик маленький-маленький. Сделаем ее чуть-чуть потолще все-таки. Крылышко намечаем. Оно немного вот так вот длиннее, чем туловище. Хвостик. По длине примерно как туловище синички. Глазик небольшой. Намечаем лапки. Она сидит на веточке. Веточка вот так прогинается. Прогнулась веточка. Это веточка какой-то хвойного растения. Елочки, видимо, на ней растут шишечки. Мы их так обозначили овалами. Далее уточняем рисунок. Делаем прогиб спинки. Стираем лишние линии построения. На мордочке синички мы делаем вот такой треугольник белый. Это ее окраска. Белый треугольник. А здесь у нее такой, как черненький ошейничек. И такой вот полосочка на животике черная. Также полосочка на крылышке. Наоборот, светленькая белая будет. Ну и обозначаем перышки на крылышках, на хвостике. Приступим к раскраске. Синичка у нас ярко-желтая. Пишем ее тонкой кисточкой. Стараемся делать все аккуратно. Далее мы взяли желтый цвет. Добавили немного черного и немного синего. У нас получился такой сложный цвет. Серо-зеленоватый такой. Делаем этим цветом переднюю часть крылышка. А так же, как тень прокладываем сзади. И так растушевываем. Чтобы она получилась как бы объемная. Черным цветом намечаем головочку и шею. Аккуратно, тонкой кисточкой, кончиком. Вначале наносим контуры. А затем закрашиваем внутри. Так удобнее. Аккуратно обводим глазик. Вот так. Делаем такие как бы выбивающиеся черные перышки. Чтобы не было совсем гладкая полосочка нашей котики. И глазик намечаем. Там где-то оставляем блики в глаз. Глазик тоже черный. Немножко белый контур и белый клик остается в глазу. Серым цветом сделали хвостик и перышки. На хвостике и на крылышках. И лапки серенькие. Разделяем их черной линией. Некоторые перышки более темные делаем. Черные полосочки на крылышках тоже делаем. Как между перышками, чтобы была тень такая. Немножко серым цветом, серо-желтым смешиваем. И вот такие делаем тоже пятнышки на крылышке. И создаем как объем такой тоже на крылышке. Фон делаем серо-розовый. Похоже на зимнее утро. Зимнее утреннее небо. Для фона лучше использовать широкую кисточку. А тонкую только там, где надо. Между лапками, между перышками. Фон мы закрасили одним цветом. А теперь его немножечко разнообразим. Делаем более светлые места. Какие-то более сиреневатые места. Чтобы фон не был скучным. Как будто бы там облака какие-то. В ней литучки. Чтобы у нас получилось такое живописное небо. Нужно немножко теплого оттенка сделать вот желтого. Только не такого яркого, как сама синичка. Мы его растушевываем, размазываем. Чтобы у нас получилось просто теплое тень. В некоторых местах. Такой клювик у нас пропал. Поэтому мы его немножечко утемняем. Обводим. Тонкой кисточкой. Шишку для начала мы просто прокрываем черной краской. И ждем, пока эта черная краска высохнет. А тем временем, пока наша шишка сохнет, мы сделаем веточку. Для этого я смешала коричневый с охрой. Получился такой светло-коричневый цвет. Так внизу добавим снежок. Еловые веточки, еловые иголочки делаем зеленый. Смешали немного с коричневым. Получился такой цвет хаки. И вот таким образом делаем колючечки. Тонкой кисточкой. Некоторые колючечки можно сделать более ярким зеленым цветом. Вот наши шишки высохли. И мы вот так вот пятнышками такими делаем. Их рисуем коричневой краской. Светло-коричневой. Наносим пятнышки такие в шахматном порядке. Пятнышки как будто вот в длину такие в длину. Пятнышки. Чешуйки шишкины. Они могут немного вылазить за края намеченного черного овала, да? Потому что эти чешуйки, они всегда вылазят за края. Шишечка не гладенькая, она такая шершавая. Шишечка не гладенькая, она такая шишка не гладенькая, она такая шишка не гладенькая. Шишечка не гладенькая, она такая шишка не гладенькая, она такая шишка не гладенькая. Этим цветом можно сделать такие полосочки, там где белый цвет на мордочке и синичке. Пятнышки, они тоже могут тоненькой кисточкой как будто вылазить за края треугольника. А черным цветом делаем тень под веточкой и такие вот пятнышки на самой веточке. Если вы обратите внимание, у елок и у сосен шершавые веточки такие. Вот, намечаем. Далее светло-розовым цветом сделаем зимнее, утреннее солнышко. Добавим немножко оранжевого оттенка. Можно добавить розовый цвет, там где у нас снежок лежит, чтобы как бы солнышко освещало этот снег. На головочке у синички делаем блики такие, тоже тоненькими полосочками сверху. Как бы головочка блестит. На хвостике голубым цветом и на крылышках тоже делаем такие голубенькие места. Еще добавим ручки. Субтитры создавал DimaTorzok Некоторые иголочки делаем более светлым зеленым цветом. Я чуть утемнила фон серо-сиреневым цветом, чтобы синичка смотрелась более контрастной. Вот у нас получился такой конечный результат. Удохновения всем и хорошего зимнего настроения!